Доброе утро, друзья! Две недели пролетели совсем незаметно, и команда 200 снова с вами. Я Дима Краснов, и мы начинаем наш выпуск. Кстати, он юбилейный, 50-й, с чем мы вас и поздравляем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом году из-за пандемии отменили только концерты и массовые мероприятия. Но в первом Ульяновском зоопарке, куда мы отправили гости, никаких концертов не планируется. Так что работает он в обычном режиме и рад всем гостям. У нас в этом году пополнение по трем зонам. Первая зона – это в экзотариум. Мы привезли невесту нашему обушке, обезьянку на мазетке. Потом там же дополнение по декоративным птицам – это первая зона. Вторая зона – это у нас дикие водоплавающие птицы. В том году мы приобрели лебедей. И третья линейка – это хищные дикие наши поволжские птицы. Дикие поволжские птицы перебрались в первый Ульяновский зоопарк из Парка Победы. Скоро сюда же переберутся и другие обитатели Центра реабилитации животных. Для новых жителей в зоопарке подготовили свои вольеры. Кое-что пришлось перестроить. В зоопарке многое поменялось. Раньше здесь жил северный олень по имени Тарка. Сейчас здесь делают каскад прудов для водоплавающих птиц. Здесь живут лебеди, утки и даже павлины. Есть и другие новости. Скоро здесь будет летнее кафе. Появилась зона для отдыха и работы. Для новых обитателей построили новые вольеры. Мы решили прогуляться по зоопарку и посмотреть, как дела у местных обитателей. О, идем быстрее, там филин позирует. Без рыбов он похож на большую корову. Эти козочки совсем ручные. Одна бабушка выкормила их прямо из бутылочки и отдала в зоопарк. Поэтому они такие ласковые. Обычно новые животные появляются в зоопарке из специальных питомников. Но и такие истории не редкость. Многих обитателей сюда принесли сами ульяновцы. Здесь две лисы. Рыжая и чернобурка. Их взяли с питомника люди, чтобы пофотографироваться, чтобы в конце концов просто лисы дома пожили. Но рыжая, она приручилась, стала ручной. А чернобурка, такое ощущение, что из леса взяли. Она не ручная. Она не хочет быть с человеком. И поэтому их отдали в зоопарк, чтобы они жили здесь. Здесь им лучше. Вообще, это самый сложный вопрос. Хорошо ли животным в зоопарке? Не чувствуют ли они себя несчастными в неволе? Сколько животным комфортно здесь? Ну, животное нам ответить не сможет. То есть, спросить мы не сможет, потому что он не имеет разговаривать. Но по состоянию внешнему виду, по состоянию того, что они несутся, то есть приносят потомство, яйца, то есть рождаются, новые приплоды даются. То есть, это есть факт того, что им здесь комфортно. Впрочем, не все звери живут здесь в заперти. Олень у тарка иногда разрешает прогуливаться по лесу. Уток после окончания сезонной охоты и вовсе отпускают на волю. А некоторые животные сами решают, где, как и с кем им жить. Мы привезли белок с Алтайского края. Было это три года назад. Одна белка у нас сбежала. Потом вернулась. Сейчас она создала пару с одной белкой, которая проживает в Новом городе. Они сейчас вместе бегают от нас в Новый город и обратно. Практически у каждого обитателя в зоопарке есть своя интересная история. Приходите в гости и вы узнаете их на месте. У него на тренировках бои являются терминаторами. А у тех, кто ленится, отрастает борода. Наша команда познакомилась с одним из самых классных тренеров Ульяновской области. Дорога к спортивным победам идет через труд, терпение и слезы. Но не только. Иногда на ней бывает еще и веселье и хорошее настроение. Сегодня мы хотим вас познакомить с не просто крутым и веселым тренером, а еще и с очень популярным тиктокером Хачатуром Малхосяном. Здравствуйте, Хачатур Сергеевич. Привет. Если вы заглянете в тикток Хачатуры Сергеевича, вы будете смеяться в голос. Там видео с его тренировок, на которых он послушным детям обещает конфеты, непослушным заколдовывает, а тех, кто постарше, учит быть готовым к любым неожиданностям. Готов? Ну да. Точно? Точно. Напрягись лучше. Эля, готова? Да. Поехали. Хачатур Сергеевич дважды вице-чемпион Кубка мира. Чемпион Кубка России 2014 года по кикбоксингу и обладатель еще множества наград и титулов. Спортом он занимается с самого детства. Не было интернета, не было телефонов. То есть у нас спорт это было... Через спорт мы самовыражались, мальчишки. Вот. Сейчас это можно сделать при помощи там тиктока или инстаграма и других, кстати. У нас было самовыражение, кто сильнее, кто лучше боксирует и так далее. Сейчас Хачатур Сергеевич сам воспитывает чемпиона. Его мальчишки и девчонки уже одерживают заслуженные победы. Милана совсем недавно выиграла турнир по боксу. Готовилась я достаточно долго и недели. Мы ходили каждый день. И это были достаточно трудные тренировки. Но все равно они были не просто так. Скажи, свой гонорар после боя куда ты потратила? У меня не было никакого гонорара. Милана, ты могла и обмануть. Типа, ну миллионы, там, купила машину. И вот так все время. Шутками и приколами проходят все тренировки. Даже замечания Хачатур Сергеевич делал с юмором. Поэтому какие бы сложные упражнения ребятам не приходилось пополнять, на занятиях у всех всегда хорошее настроение. Нравится ли тебе заниматься? Очень. Более чем. Нравится абсолютно все, как начинаются тренировки, как заканчиваются. Хачатур дает довольно умеренную нагрузку, иногда предельную, но для того, чтобы мы становились сильнее каждый день. Кстати, о том, чтобы становиться сильнее. Именно Хачатур Сергеевич запустил когда-то Battle Cup Challenge. Это когда человек ударом ноги откручивает крышку в бутылке. Challenge подхватили тысячи людей по всему миру. Даже голливудские звезды. Не обижаетесь ли вы на то, что многие думают, что тренд запустил, например, Стэтхам, а не вы? Да нет, я не обижаюсь. Да это же, если бы была возможность доказать того, что, например, я был первый, то я бы, конечно, воспользовался и сделал бы. Но раз уж подхватил более популярный медийный на весь мир человек, то, наоборот, круто. То, что мы тут в маленьком городе Ульяновск что-то придумали, и тут на весь мир как-то это все пошло-пошло. Но вернемся к тренировкам. Не думайте, что веселая атмосфера и приподнятое настроение означают пониженную и сложную занятие. Нагрузка очень серьезная. Хотя и тут есть свои фишки. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы трещу недостойно не оскорнялся скорбный дух. Стихи Анны Ахматовой Даши читать не просто так. У Хачатур Сергеевича есть специальные условия. Если во время сложного упражнения кто-то из ребят прочитает классическое стихотворение, то всем дается передышка. Так что Даша сейчас помогла товарищам справиться со сложной растяжкой. Бывает ли такое то, что дети прям ну очень-очень сильно не слушаются? Да, да. У нас вот если ты говоришь тикток, посмотри Петьку, у нас есть младшая группа. Вот эта группа, которая занимается, они уже взрослые. Они, я их уже надрессировал, они дрессированные, они полностью меня слушаются. А вот младшая группа, да. Не то, что не слушаются, иногда вообще не ставят ни во что просто. Но такое с этим супертренером не пройдет. Например, упомянутый Петька, о котором говорит Хачатур Сергеевич, один из главных героев его тиктока. К нему тренер нашел особенный подход. Два, встали. Раз, сели. Петь. Иди сюда. Ты почему не делаешь? Ты же мне обещал себя хорошо расти. Все. Теперь у тебя вырастет точно порода. Все. Да, вырасти. Будешь себя хорошо расти? Да. Не будешь хулиганить? Да. Тогда снимаем, не будет расти порода. Настоящему спортсмену никакая борода не страшна. Из своих пяти лет Артем два года ходит к Хачатуре Сергеевичу. И уже строит большие планы на будущее. Кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Боксером. Боксером. То есть тебе прям очень-очень нравится заниматься боксом, и ты планируешь, чтобы это стало в дальнейшем твоей профессией? Да. Дай волю, профессиональными кикбоксерами стали бы все воспитанники Хачатуры Сергеевича. И те, кому 3, и те, кому 63. Это, наверное, самый главный результат хорошего тренера. С ним не любить спорт просто невозможно. Поднимите руку, кто майские праздники провел на даче или в деревне. Знаю, таких много. Май – главный месяц садоводов и огородников. Ведь что посеешь, то и пожнешь. А что сеют и жнут в других странах мира, узнаем от наших специальных корреспондентов. Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 10 лет. Я живу на Кипре. Сейчас заканчивается сезон цитрусовых и клубники. И начинаются арбузы, дыни и мушмула. Никто рядом с домом не сажает ничего, потому что очень мало земли и мало воды. Мы посадили помидоры, разноцветные перчики, яблони, капусту и листья для салата. Все, все, пока! У нас осень холодно, и у нас осталось лимони, перец чуи, потешка и мята. Я хочу, чтобы у меня росли огурцы, ягоды дерево-зеленых, яблони, ну там, еще арбуз. Можно и дыню попробовать. Привет, ребята, имя Зуда Левия Росток. Я живу в Нью-Йорке, и я сейчас в центральной парке. Тут у меня нарциссы и кубаны. Так вкусно пахнет! Приходите к нам в Нью-Йорк. Пока! Пока! А сейчас нам пора прощаться. Встретимся в последний день весны. До скорых встреч и до свидания! Следующая неделя будет жаркая. Надо защищаться кремом от солнца, носить панамки и ходить в футболках. Вечером будет более холодно, и надо надевать кофты, чтобы не замерзнуть. Обязательно надо дышать свежим воздухом и находиться на природе. С вами была Варвара. Хорошего недели!